Партия Не только нам рассказал председатель партии, а также руководитель комитета Народного собрания Карачаева Черкесской Республики по регламенту, мандатным вопросам и средствам массовой информации Ренат Акбаев. Расскажите работу регионального отделения за прошедший год. Региональное отделение занимается приемом граждан. Встречаемся со всеми, кто к нам приходит. Всегда помогать не получается, но в силу своей возможности, конечно, всегда открыты. Ждем всех, кому чем там может быть полезно. Фракция наша занимается законно-творческой деятельностью. Мы работаем в трех комитетах. И каждый по своей специальности участвует во всех законопроектах. Выступаем за своими инициативами. И так работаем. Что касается предстоящих выборов, расскажите, как готовится ваша партия? Мы уже по чуть-чуть работаем со своим активом, организовываем встречи. Мы будем представлять свои программы, которые разрабатываем. Я считаю, что в нашей партии, в нашей фракции есть побольше возможности как-то помочь людям и отстаивать их права. И мы будем свои программы делать. И будем заниматься с людьми, с молодежью в первую очередь. Они должны понимать, что будущее все-таки за молодежью. И сегодня какие они будут, завтра страна будет точно такой же. Сама молодежь активно вливается в политическую жизнь страны. Мы часто встречаемся с ними. Мероприятие было классное. В республике около 400 детей было. Мне это мероприятие очень сильно понравилось. Я там участвовал со своим коллегой по спорту. Дети задавали очень интересные и правильные вопросы. Там часа полтора мы сидели и время улетело. Есть у нас толковая молодежь. Есть хорошие ребята, которые и учатся, и стараются. Конечно, общая масса. Не так все хорошо. Но мне очень понравится мероприятие. Надо такие мероприятия делать почаще. Мы с удовольствием будем участвовать. Но мы должны объяснять молодежи, что сегодня нельзя лениться. Потому что сегодняшняя лень – это большая проблема для всей республики завтра. Именно они – это наше будущее. Какие они сегодня для себя шаги поставят, так у них пройдет вся жизнь. Так что мы занимаемся с детьми, встречаемся постоянно. Очень часто такие мероприятия проходят. Мне очень нравится в них участвовать. И будем организовывать еще. Сегодня я что-то наблюдаю, что молодежь очень тянется к политике. Они уже… Ну, сегодня, видите, интернет более доступен. И каналы, телеграм-каналы всякие, где информацию можно брать. Сегодня, конечно, возможностей информационной очень много. Раньше был телевизор, в котором говорили одно и то же. И ты на самом деле, что происходит, никак не мог понять. А сегодня, конечно, информационных много. И люди, конечно, больше заинтересованы. Как часто проходит прием граждан? И вообще активно ли приходят люди? Иногда бывает очень много людей приходит. Иногда очень мало. Ну, тут, как сказать, ну, приходит очень много. Особенно по Минздраву. Вот именно по Минздраву много приходит. Вот у нас председатель фракции Гербикова, Руслан. У нас именно вот по Минздраву активно занимается. Именно по Минздраву, к сожалению, много приходит. С какими вопросами чаще всего обращаются граждане? В Минздрав же здоровый человек не придет в любом случае. Вот им нужно с квотами постараться помочь. И огромное спасибо. Нашему Министерству здравоохранения всегда поддерживают. И чем получается, тем помогаем, конечно. Ну, и напоследок поделитесь планами на будущее касательно партии. В сентябре месяца этого года будет выбор не только в парламент, в Чешкесии, а в шесть еще районных думах. И мы будем участвовать во всех выборных кампаниях, во всех. Тем более, сейчас выборы сделали по системе, где только партии будут участвовать. И мы будем участвовать везде у нас. Везде, во всех районах должны быть фракции. И мы очень постараемся в этом году, чтобы у нас везде были свои депутаты партии, от партии нашей фракции, чтобы мы могли везти по всем районам прием граждан, чтобы люди могли не только к нам в Чешкесск приехать, хотя мы и так принимаем зеленый Чекей принимаем, но чтобы везде у нас были приемы граждан, где наши депутаты смогут принимать людей и общаться с ними. Субтитры создавал DimaTorzok